Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня я вам расскажу, как учить с ребенком стихи. Честно говоря, моему сыну 2 года и 10 месяцев. Мы этот вариантик начали пробовать почти что с рождения. Не знаю, я думаю, этот момент может подойти для детей постарше. Но если нет, напишите в комментариях, если вам это не помогло. Вот. Значит, вы выбираете какой-то стих простой. Пока у вас малыш совсем маленький, конечно, попроще, который сможете запомнить вы. Сначала этот стих изучаете вы, чтобы помнить его наизусть. Не просто ходить с бумажкой и его там по слогам читать. Также стих, конечно, читаете не по слогам, а с выражением, четко и ясно. Чтобы ребенок вас услышал. То есть, допустим, там петушок-петушок, золотой гребешок, масляная головушка, там, я не помню сейчас, что-то там, тра-та-та. То есть, именно вот так вот это должно быть. А не просто там мутная какая-то речь, там, неинтересная ребенку, что он начинает там, там, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Даже, знаете, ВКонтакте гуляла, ну, по соцсетям гуляла такая картиночка, там, мам с дочкой учили стих. А, значит, дочь в слезах, мать охрипла, соседи выучили стих. То есть, блин, так не должно быть. Ребенок должен, ну, не то, что, конечно, хотеть выучить стих, но ему должно быть интересно его выучить. А также, конечно, повторяйте этот стих на дню, там, по 20-30 раз. То есть, вы можете, может быть, этот стих сделать, как песенка, ее петь. Вы можете просто, вот, знаете, вот, бывают некоторые люди, которые вот услышали где-то рекламу, да, там, песенка какая-то из рекламы. И она у них там целый день в голове крутится, они ходят просто там, делами своими занимаются или в магазине и напевают ее. Вот это у вас должно быть точно так же. Только должно быть это громко, четко, чтобы ребенок слышал. Именно при ребенке. Допустим, вот моему ребенку сейчас 2 года и 10 месяцев, буквально на днях, он у меня рассказал полностью стишок про греку. Ну, наверное, вы этот стишочек слышали, даже, это, наверное, больше не стих, а для более, для, как бы, чтобы ребенок научился произносить букву Ре. Ну, хотя бы он ее произнес. То есть, получается, что я его стих этот просто постоянно говорила, 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 он это слышал, слышал. Но самое интересное то, что там в конце, да, когда грека засунул руку в реку, там, да, Ирак, в конце концов, что сделал? Он ее цапнул, эту руку. То есть, вот это вот именно цап, ребенку безумно нравится. То есть, я с выражением рассказываю этот стих ребенку, подкрадусь к нему и вот так за ручку цап. Ему прям это нравится, прям весело, ему просто прям этот стих, не знаю, прививает какое-то веселье. То есть, это не просто там, потому что надо там с ором, допустим, пытаешься там сделать так, чтобы ребенок выучил. А ему это интересно, ему это нравится. И там он начинает, я замечаю иногда, он начинает там четко ковыряться, что-то делать, и он начинает рассказывать про этого греку полностью, сам, без подсказок. То есть, представляете, да, ребенку 2 года и 10 месяцев он полностью сам рассказывает. Вот, также не останавливайтесь на достигнутом. Не надо так, а, ну все, он там рассказал этот стих, он его запомнил, все вроде. Давай теперь будем с тобой учить следующий. Нет, этот стих вы также продолжаете повторять. Да, он его, может быть, конечно, произнес нечетко, но хотя бы он его уже запомнил и уже произнес. Это уже о многом значит. Вот, также начинается, допустим, следующий стих. Ну, этот вы тоже повторяете, но начинаете следующий стих. Вот, потом 2 стиха вы так повторяете, 3, то есть вот так вот. Также момент, допустим, если ваш ребенок поехал к бабушке и дедушке, вы должны сразу, допустим, напечатать на листе и показать. Вот, ребенок на данный момент изучает вот этот стих. Там, чтобы они не начали изучать с ним другой стих, потому что у меня было такое, мама мне звонит и говорит, ты знаешь, у тебя ребенок, у твоего ребенка плохая память. Я думаю, странно. Думаю, он уже там стих почти знал как раз. Уже вот-вот он должен рассказать его. Говорит, мы учили, 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 бесполезно, он не выучил. Говорю, ну мы учим другие стихи. Почему вы учите этот, когда мы другие учим? Зачем сразу ребенку? Ребенка, то есть путать. Он учит там здесь 2 стиха, к бабушке приезжает, он еще 2 стиха изучает. У него там будет путаница. То есть обязательно напишите, распечатайте, конечно, лучше всего. На тот случай, если, допустим, они соберутся с ним учить стих. Тогда пускай лучше они учат тот стих, который ребенок учит на данный момент. Я надеюсь, что я вас не запутала этим моментиком маленьким. Но так действительно лучше. Также можно, допустим, одновременно, я пробовала учить стихи с ребенком 2-3 стиха одновременно. Точно так же просто повторяете постоянно. То есть повторили стишок, заново повторяете, заново повторяете, заново повторяете, заново. Просто уже чисто на автомате и обязательно с выражением. Обязательно. Чтобы ребенок у вас во время стиха там не уснул, пока вы будете там под нос себе чего-то пурчать. То есть это довольно интересно. Это и вам интересно, то есть и вы развиваете свою память, запоминаете стишочек. И ребенок, конечно, тоже. Также обязательно ребенка хвалите. Это обязательно. Даже если он что-то сделал чуточку неправильно, все равно хвалите. Молодец. Я всегда говорю, молодец. Когда мы с ребенком, допустим, учим алфавит, он там «А», я говорю «Молодец», «Б», повторяю за ним «Б», «Молодец». И вот так вот через каждую букву я говорю «Молодец», «Молодец». Его это как-то, не знаю, прививает, ему как-то это приятно, что его похвалили. Чересчур, конечно, тоже не нужно, где-то можно там чуть-чуть рявкнуть. Но обязательно хвалите, обязательно. То есть если даже у вас ребенок стих учит, то есть он сказал первую фразу, вы за ним тоже повторяете, как она правильно читается, чтобы он знал. Хвалите «Молодец». Следующая фраза. Повторили? Вы за ним повторили, как она правильно читается. Молодец. И потом он полностью прочел этот стих, да, и вы его обнимаете, целуете, какой ты у меня умничка, у тебя такая превосходная память, ты уже знаешь стих. Обязательно. Тоже хвалите. То есть это вот такой вот вам маленький-маленький советик, который помог в данной ситуации нам. Я не знаю, может быть, конечно, дети постарше, скорее всего, уже не будут хотеть учить стих. Также возможно, что стих, там, бывают такие стихи, что нету рифмы. И я просто себя в детстве помню, мне было очень тяжело со стихами. Просто прям вот, наверное, как раз вот по той картинке было, там, соседи уже знают стих, а я до сих пор его не знаю. Там, в слезах мама охрипшая. То есть у нас было это вот так вот. И, конечно, не выучишь таким образом, не выучишь стих, это тяжело таким образом. Поэтому просто там, или, может быть, взрослый ребенок просто читает, 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 читает его. Потом там вот как-то, ну, не знаю, как-то вот так. Напишите свои, кстати, моменты, как со взрослыми детьми. То есть там, может быть, 7 лет, первый класс, да, там, первый класс, второй класс, там, девятый класс. Как учите вы? Мне кажется, наверное, точно так же где-то, именно читая его по многу раз. Гораздо интереснее, конечно, читать с улыбкой, с выражением. Вот, это поинтереснее. Это и ребенку будет интереснее, что вы улыбаетесь, что все хорошо. Вот, и вам. Естественно, да, кстати, самое главное, то, что вы ребенка как-то не собьете с учебой. То есть если вы на него будете постоянно орать, а ребенок не захочет учиться дальше, ему будет это неинтересно. Вот, а если вы будете с ним заниматься с улыбкой, малыш, все хорошо. Просто сейчас мы с тобой чуть-чуть позанимаемся, поучим с тобой стишочек. То есть обязательно, кстати, с выражением учите стихи. Потому что в моем детстве, допустим, бабуля со мной занималась, это была просто монотонная речь. Она была, брала учебник какой-то, садилась и читала монотонно. Просто я помню, за этот час времени я просто засыпала. Меня реально просто вырубало. Вот, ну, это было неинтересно. Естественно, я, конечно, с этих занятий ничего абсолютно не запоминала, ничего не знала. Поэтому даже взрослый ребенок у вас или маленький ребенок обязательно делайте занятия интересными. То есть, и также вы видите, допустим, ребенок у вас устал. То есть вы видите, все, он там что-то уже это, там, эээ, начинает скакать. Ты устал? Да. Давай поиграем. Иди, давай, давай, поиграем. Давай, вот тут у нас с тобой куколки, там, кубики, там, это. Поиграли, поиграли. Ну, что, продолжим занятия? Ну, давай, продолжим. И продолжайте дальше, там. Период времени может быть, знаете, от 5 минут до 15. Наверное, где-то вот так вот. Я замечала по-своему ребенку, что он может и в 2 года он мог заниматься и полчаса, и в принципе не уставать. Хотя мне говорили, что минут 5 надо. Но за 5 минут я не успела просто рассказать то, что я приготовила, то, что я хотела. То есть у меня полчаса ребенок вполне мог спокойно сидеть. И он очень любит заниматься. Самое главное, конечно, вот это вот, не сбить его немножко с этого, как бы того, что он любит. Вот, то есть, ну, с вами была у нас вот такая вот тема, немножечко даже ушла вбок. Ну, как бы я рассказала, в принципе, то, что я хотела. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия, как мы отдыхаем, занимаемся, как мы с ребенком. Обязательно смотрите. Также обзоры на технику, на продукты, продукты из фикс прайса, светофоры, победы, жилопись, кулинария. Там много-много всего интересного у меня на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok